Добрый вечер! Информационная программа «Наши новости» начинает свою работу в эфире. Студия Кирилл Политов и Татьяна Динер. Смотрите сегодня в выпуске. Смертельный прыжок. Бийские следователи выясняют, что стало причиной попытки самоубийства двух школьниц. Дорогами боевой славы. Как столица края приняла эстафету победы? Клянемся! 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 Баскетболу светит вышка. Алтайбаскет проводит, скорее всего, последние игры в Суперлиге. В Бийске расследуют уголовное дело по факту попытки самоубийства двух школьниц. Трагедия случилась в ночь на воскресенье. 15-летние девочки пытались покончить с собой, прыгнув с крыши здания бывшего городского элеватора. По предварительным данным, на заброшенную территорию они проникли совершенно беспрепятственно. В результате одна девочка от полученных травм скончалась, вторая с многочисленными переломами без сознания была доставлена в больницу. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, допрашивают родных и знакомых школьниц, изучают личные записи, а также собирают показания свидетелей этой трагедии. Около двух ночи балкон приоткрыла, услышала шум, кто-то кричал, женщина. Послушала, услышала, помогите, кричит. За два дня на 200 сантиметров подняла сёбь, причем в районе камня она сейчас не столь полноводна, как в Барнауле, еще немного и начнет топить многострадальный поселок Затон. За субботу-воскресенье сильно разлился и аллеи. В целом, по краю паводковая ситуация остается напряженной в восьми муниципалитетах. Эвакуированных, правда, пока нет, но обстановка меняется каждую минуту. Где-то вода уходит сама, где-то ее приходится откачивать. Маргарита Белова с подробностями. Затон, Борзовая заимка, Лебяжья. Из этих поселков вода не спешит уходить. По данным МЧС, уровень водомерного поста в Затоне пока не превысил критическую отметку. В запасе есть еще 40 сантиметров. В Борзовой заимке подтоплены улицы Туристов, Стрелецкая, Волжская и Ржевская. В Лебяжьем Полевая, Молодежная и переулок Тепличный. У Татьянина Ведищевой, жительницы поселка Лебяжья, 10 соток земли больше похоже на болото, где уже сегодня живут лягушки. А вот эта вода, вот когда она уйдет, вот так вот, сейчас натупить нельзя, тонешь. Потому что это все. Ну вот, я говорю, что дождей не было, это маленько меньше, это ушло. Озеро в огороде Татьяны Григорьевны высохнет не раньше июня месяца. И только тогда, по словам хозяйки, она сможет здесь посадить хоть что-то. Но на хороший урожай, надеяться, не приходится. Он будет посажен позже и земля слишком влажная. Вода зашла и в погреб Татьяны Григорьевны. Уже больше метра, говорит хозяйка. Причем подполье начало заливать еще зимой. Пока выкачивать воду нет смысла, уверена женщина. За считанные часы все опять станет по-прежнему. А вот улица Мамонтова в Барнауле прежней уже не станет. Вчера здесь произошел оползень. Местные жители говорят, ЧП случилось около двух часов дня. К счастью, никто не пострадал. В администрации центрального района нам рассказали, что семью из шести человек пришлось временно разместить у родственников. Их дом стоит на самом краю обрыва и находиться в нем опасно. В Поспелихинском районе талые воды, пришедшие с полей, снесли часть мостовой конструкции. Только благодаря дорожникам, которые вовремя обнаружили разрушение и сразу приступили к ремонту, проезжую часть удалось сохранить и не закрыть движение. Пять суток подряд, непрекращающихся режиме, круглосуточно, совместно с ГИБДД, непосредственно с Главным управлением строительства транспорта, жилищно-коммунального дорожного хозяйства, путем взаимодействия с автовокзалами, то есть во избежание каких-то ЧП, организована была работа по отсыпке и укреплению конусу. Всего в Алтайском крае от паводка пострадало 23 участка дорог в 25 районах края. Федеральные трассы не повреждены, проезд по ним сохранен. 17 населенных пунктов были отрезаны от Большой земли. По последним данным, в 10 из них восстановительные работы закончены. Маргарита Белова, Екатерина Гаськова, Алексей Фризин и Павел Лаурнин. Наши новости. Сразу пять кандидатов претендует на должность главы Быстроистокского района. Напомним, предыдущий ушел в отставку в прошлом году. После паводка в отношении Сергея Зеленова было заведено уголовное дело по статье «Халатность». Причиной стала гибель во время наводнения двух женщин. Среди претендентов на его место есть два фаворита. Между ними и развернется основная борьба. Исполняющего обязанности главы Андрея Кутюкова поддерживают местные единороссы, а Елену Довголь, краевая власть. Самого достойного из пяти выбирали сегодня на сессии депутатов районного собрания. Срок полномочий будущего главы составит два года. Кто займет этот пост, мы расскажем завтра. На решение проблемы импортозамещения брошена тяжелая артиллерия. В Поспелихинском районе состоялся показ сельхозтехники алтайского производства от 13 компаний. По словам специалистов, многие наши фермеры готовы отдать ей предпочтение в условиях дорожающей импортной техники. Тем более, что власти гарантируют таким хозяйством финансовую поддержку. Подробнее расскажет Екатерина Гаськова. Про дедушки этих агрегатов для обработки почвы начали осваивать рынок 12 лет назад. Ими все это время пользуются и на Алтае, и по жарким небам Средней Азии. Рубцовский завод запасных частей на сельхозпоказе, как и на модном, тоже диктует последние тренды. А они таковы. Замена импортного нашим неизбежна. С осени 2014 года мы почувствовали увеличение спроса. Я не зря упомянул Республики Средней Азии. От Республики Средней Азии мы получаем достаточно много заявок. И поставки в этом году гораздо больше. Вот она, самая ожидаемая премьера показа. Петербургский трактор К744Р1, проще Кировец. С 2012 года на Алтае было собрано более 100 тракторов из машинокомплектов завода-хозяина. Но этот экземпляр первый, где используются двигатели шины алтайского производства. Свою руку к этому приложили наш моторный завод и шинный комбинат. В рутинной крестьянской работе он пока себя не успел проявить. Но скоро в Поспелихе начнутся испытания Кировца. Инженеры в нем не сомневаются. Во-первых, наш алтайский. Это очень доступные и надежные двигатели за рекомендованные. Во-вторых, хорошие показатели. Топливные, машиносные. И таких машин с пометкой «Сделано на Алтае» полная линейка. В условиях, когда цена на импортную сельхозтехнику растет в геометрической прогрессии, специалисты предрекают нашей продукции уверенное будущее. По словам губернатора края Александра Карлина, она доступнее не только по себестоимости. За их покупку фермерам будет компенсироваться 10% от цены. Таким образом, хозяйства смогут сэкономить свыше миллиона рублей. Сегодня конкуренция идет по составляющей цена-качество. А не конкуренция, которая вытекает только из конъюнктуры. Например, курса рубля. И это дает основания полагать, что конкурентоспособность нашей продукции аграрного машиностроения будет сохраняться. Конкретные результаты импортозамещения будут видны позже. Но почин, говорят специалисты, сделан. Аграрии все больше отдают предпочтение местному производителю. Ксерина Каськова, Павел Лауронин. Наши новости. Сегодня три алтайских поисковых отряда отправляются на раскопки в Новгородскую область. В этом году поиски останков солдат Великой Отечественной войны решено вести именно на Новгородчине, где шли самые ожесточенные кровопролитные бои. Наши ребята отправятся туда поездом уже буквально через полтора часа с площади Победы. В этот день самых таких лихорадочных сборов организовано торжественное мероприятие с построением этих отрядов. Задача ребят – выполнить все, что от них требуется, внимательно выслушать и уже отправиться на вокзал. Белоруссия, Россия и Армения – это лишь несколько стран, по территории которых проходит маршрут эстафеты Победы 2015. Из рук руки люди бережно передают горсть священной земли Брестской крепости. В минувшие выходные эстафету приняли барнаульцы. 2 февраля 2015 года одновременно в Бресте и Мурманске стартовала Всероссийская патриотическая акция, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ставшая традиционной, эстафета проходит по двум встречным направлениям вдоль границ бывшего Советского Союза по территории девяти государств. Общая протяженность маршрута составляет более 60 тысяч километров. 17 апреля эстафетная группа пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю приняла символ эстафеты у пограничников Республики Алтай и доставила в город Барнаул. Хорошее, как говорится, дело. И оно как-то поднимает настрой, даже поднимает и здоровье у стариков. Улицы города даже в выходной день загружены автомобилями. Чтобы эстафета Победы не попала в пробку, было решено перекрыть движение с 10 до 14 часов на четырех участках. Это места остановки эстафеты. Пришлось скорректировать работу общественного транспорта. Пять автобусов немного изменили свой маршрут. Эстафета Победы совершила остановку во всех районах города. Капсулу со священной землей Брестской крепости передали на хранение военно-патриотическим клубам Барнаула. Жить, учиться, работать по славу Великой России. Клянемся! 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 Символический кубок передан Республике Казахстан. Начавшись в Бресте, патриотическая акция завершится 28 мая в Москве на Поклонной горе. Елена Кузовкина, Александр Андропов. Наши новости. Около полутора миллиардов людей говорят на нем. И с каждым годом спрос на его изучение растет. Сегодня отмечается День китайского языка. В Алтайском крае интерес к нему за 10 лет вырос примерно в 3,5 раза, говорят востоковеды. По личному опыту русский, наверное, все-таки сложнее. Я объясню почему. Потому что если русский будет учить китайский язык, то китайцы его поймут. А если наоборот, то не всегда. Здесь надо понимать, что грамматика русского языка, она очень-очень сложная. На историческом факультете классического университета 10 лет назад была создана кафедра востоковедения. Сейчас здесь учатся 150 студентов, каждый год выпускается 30 специалистов. В настоящее время это одно из самых востребованных направлений. В прошлом году конкурс среди абитуриентов был 20 человек на место. В этом году уровень будет примерно такой же. Ученики классического регулярно ездят стажироваться в Поднебесную. Впрочем, это двухсторонний интерес. В Алтайском государственном учатся 70 студентов из Китая. Учение русского языка – это хорошие перспективы. Потому что, как известно, между Китаем и Россией за последние годы много сотрудничества. Все будет хорошо, когда ты, королева красоты, едешь представлять свой город в Москву. В Барноле прошел финал ежегодного конкурса красоты «Мисс Русское радио-2015». Несколько десятков русско-радийных красавиц состязались между собой с начала весны. Проходили кастинги, участвовали в фотосессиях и дефиле, чтобы встретиться в финале 13-ти достойнейшим. Они разгуливали по подиуму в эффектных вечерних платьях и отвечали на самые коварные вопросы ведущего. Точки над «И» расставила финальная часть, в которой девушки демонстрировали наряды, выбранные на собственный вкус. Он-то вкупе с шармом и обаянием и принес победу Анастасии Чудовой. Нескольким красавицам достались титулы вице-мисс и специальные призы. И тут неожиданно называют мое имя. Это очень приятно. И я до сих пор в шоке. Других слов нет. Отходить от шока придется быстро. Совсем скоро алтайская красавица отправится покорять Москву на суперфинал всероссийского конкурса красоты «Мисс Русское радио». Что тут скажешь, остается только пожелать. Пусть все будет хорошо. Михаил Ширин, Александр Антропов. Наши новости. В Барнауле прошло необычное спортивное мероприятие. Легкоатлеты из разных городов Алтайского края соревновались, кто быстрее доползет до финиша. Удивляться не стоит. Некоторым спортсменам едва исполнилось 6 месяцев. О том, как прошел забег младенцев в нашем видеосюжете. На старт, внимание, ползем. В ход идут фонарики, телефонные игрушки. Все, что вызывает интерес у ребенка. Иначе смотивировать спортсмена на победу будет непросто. Эмоции, конечно, переполняют. Я даже не ожидала от себя такого. Но дочка проползла хорошо. Мы заняли почетное второе место. Забег младенцев в Барнауле проходит не в первый раз. Но краевой уровень мероприятий образовывается впервые. Более того, интерес к такого рода соревнованиям настолько вырос, что 25 апреля подобные мероприятия проведут еще в одном городе края – Заринске. Эмоции переполняют в основном родители. Спортсмены капризничают, иногда даже плачут. Однако главная цель – объединение семьи и пропаганда здорового образа жизни достигнута. Спасибо форуму «Мамочки-22». Мы очень приятны. Побольше бы таких мероприятий в нашем городе. Ну и впереди немало важное, грандиозное мероприятие предстоит. Это сбежавшие невесты. Мамочек приглашают для участия в данном конкурсе. Спонсорами мероприятия выступили протезно-ортопедическое предприятие и компания «Модест». А самым быстрым вручили дополнительные подарки и специальные кубки. Стать участником следующих соревнований очень просто. Всю информацию можно найти на сайте «Мамочки-22.ру». Алтай-баскет, не пройдя в настоящий плей-офф, довольствуется играми за места с 9 по 16. Наши принимали Иркутск и еле вылезли из ямы, которую выкопали сами себе. Отставая на 18 очков, смогли победить 82-80. Ответная игра, также проходившая в Барнауле, имела иной сценарий. Остается добавить к вступлению примечание по расцветке формы команд, чтобы вам не угадывать, где хозяева. Алтай-баскет в белом. Три трешки Александра Пушкина. Вот с чего начали наши штурмовать кольцо Иркута. Удивительно, но когда на часах было 19-20, с таким же счетом на табло закончилась и первая четверть. Все прекрасно видите, что у нас кадровые проблемы. Трех остальных игроков нет. Показательная беззащитность алтайской защиты вся в этом моменте. Голый слэм-дан к нам в кольцо втыкает Иркутянин в начале второй части матча. К сожалению, часто нашим было невдомек, что с ними вытворяют у родного щита игроки соперников. Но спасла бразильская система. Вы нам забьете сколько сможете, а мы вам сколько захотим. Третью часть матча, как и предыдущего, Алтай-баскет отобрал у Иркутска с таким же крупным счетом, будто с цепи сорвался. 24-12. В первой встрече вообще 35-10 с гостями произошло, будем так выражаться. В итоге хозяева с очень большим отрывом в счете выиграли этот матч. Плюс 21. Это 79-58. Вышли на Сургут в этом утешительном плей-оффе за распределение нижних мест в таблице Суперлиги. Будет ли эта команда, эта лига в Барнауле в следующем сезоне, а точнее наша в ней? Сейчас болельщики только шепчутся и недоумевают. Как известно, бюджет 2015 на спорт в том числе обрезан до неприличного. Если Алтай-баскет продолжит в Суперлиге играть, ты бы хотел остаться в этой команде? Я бы, да. Все зависит от руководства. Вы знаете, мне очень нравится Барнаул. Но мы разговаривали уже на эту тему с генеральным директором. Должна быть идея. Сейчас, в принципе, здесь развивается детский очень сильно баскетбол. Но тоже есть много вопросов. Обещали, что в мае все узнают судьбу Алтай-баскета и лигу, в которую они заявятся осенью. Спасибо, Юра. Какими событиями будет наполнен новый день, узнаем вместе из свежего выпуска наших новостей. Хорошего вечера. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин